Расскажи, на кого ты училась и кем вообще хотела стать, между какими профессиями выбирала. Я хотела быть режиссером всегда, но по определенным причинам не поступила в институт культур. Не то, что не поступила, я не поступала в него. Мне нужно было поступать туда, где нет математики. Я окончила институт медицинский высшего сестринского образования. Я не врач. Я сейчас это подчеркиваю двумя линиями. Я управленец, я менеджер здравоохранения. У меня есть медицинское образование. Я медсестра хирургического профиля. У меня есть образование медицинское управленческое. Я изучала анатомию, пропедевтику, латынь. Я медик, но при этом я медик, который может быть управленцем. Я изучала менеджмент, педагогику, психологию и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю, человеку далекому от этого вообще трудно понять. То есть у всех в голове есть медсестра, есть врач, да, что еще там. Но я, например, могу быть заместителем главного врача по работе с сестринским персоналом. Я могу управлять клиниками и так далее. Сложно. Я могу быть министром здравоохранения, если захочу. Хо-хо-хо. Вот, ну, я бы не хотела, нет. Если Илье по работе пришлось попереехать, ты бы поехала с ним раз 8 за 5 лет или настаивала бы на смене рабочего места? Если это рабочее место с перспективой карьерного роста и там хорошие деньги, я бы поехала замужем. Расскажите, пожалуйста, кто или что подтолкнула и воодушевила на создание канала? И хотите ли возвращаться вновь к преподаванию в институте? Хочу, 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 да, наверное, преподавать, потому что мне очень страшно оставаться без официальной работы. Если бы YouTube приносил мне деньги, теоретически, и то, ну, как-то страшно все равно, да, вот, ну, все же хотят какую-то официальную работу. Так, по поводу чего, как вопрос звучал? Чего, мысль ушла, я забыла. Так, подтолкнула, воодушевила. Я была на встрече с Робиной Гудиной, на ее фан-встрече, и я посмотрела, что она абсолютно обычная девушка, не божество, не, там, какая-то супер сверхъестественная, там, нет, обычная. Я подумала, ну, если может она, то смогу и я. Девушка спрашивает, как отправить вам посылочку, я просто хочу передать вам привет, вы такие классные и так далее. Всем, кто хочет отправить мне посылочку, ребят, мне очень неудобно, вы 10 раз подумаете, вам это правда комфортно, вам это правда ничего не стоит в плане, там, душевных, моральных, суперфинансовых затрат. Вот, если вы на все эти вопросы ответили, да, мне клево, я все равно хочу отправлять посылку, вот тогда пишите в личку, я вам там дам адрес. Но, если вы хоть на один вопрос ответили нет, то не шлите ничего, я не хочу вас утруждать ничем. Так, какой базой пользуешься под гель-лак? У меня база Blue Sky, каучуковая. Девушка тоже ведет свои блоги в Инстаграме в iRecommend. На iRecommend. Передо мной часто возникает вопрос, выкладывать ли фото в полный рост, есть страх, что начнут обсуждать фигуру. Как ты справляешься и вообще есть ли у тебя такие страхи? Ну, наверное, есть, видите, я же не стою перед вами в полный рост, там, не выкладываю какие-то фотки, ну, наверное, да, есть. Но мне по борту, понимаете, я слишком часто в жизни слышу, там, иди, худей, там, что-то такое толстое, ну, как бы, и, ну, не знаю. Если бы меня это запаривало, не знаю, я бы, наверное, уже похудела. Какие блогеры вас раздражают? Не нужно имен, хотя прикольно, просто в целом, типа фитоняшки и так далее. Да, меня раздражают фитоняшки, меня раздражают, ну, как раздражают, не прям, что я прям злюсь, хейтю, пишу там что-то, да, нет, господи, ну, просто я их не смотрю. Я не люблю мамашек сумасшедших, вот, правда, меня прям бесит. Кто меня еще? Да никто. Для общего развития всех смотрю. Сейчас вообще мне очень нравится снейлкик, я прям что-то, не знаю, подвисла на нем. Еще, зачем блогеры снимают видео вопрос-ответ? Это когда идеи заканчиваются, это когда лень, наверное, с одной стороны, и хочется пообщаться с аудиторией. У меня новые люди приходят на канал, я понимаю, что они вообще меня не знают, кто я такая, что я тут делаю, вот, так что, ну, мне хочется. Как твоя жизнь изменилась с появлением ребенка? Как выбирала коляску, как выбирала имя дочки? Изменилась жизнь кардинально, изменилась жизнь полностью. Кто, у кого есть ребенок, те понимают, о чем я говорю, все поменялось. Вот не в смысле там, что-то осталось как раньше, все поменялось, это тяжело на самом деле. Так, как выбирала имя дочки? С детства люблю имя Ника, Вероника, вот она и стала Никой. Как выбирала коляску? По проходимости, по колесам, мне нужно было, чтобы было именно 4 колеса, по размеру самой люльки, потому что я ждала очень большого ребенка, а родилась Вероничка 50 см, то есть, там, вот, вот, наверное, по таким критериям. Я брала светлую, ну, относительно, да, потому что, ну, светлую, но не маркую. У нас на юге выгорают очень сильно коляски, все выгорает, поэтому нужно брать, ну, там, темно-синяя какая-нибудь стильная коляска, или черная, или там, это все отстой, все выгорит и будет стрёмно выглядеть. Планируете ли вы второго малыша? На этой неделе нет. Расскажи, пожалуйста, как встречаешь мужа с работы? Стараешься выглядеть хорошо макияж, прическа, или чаще встречаешь домашний? Домашний, я ленивая же. Вот сижу, вяжу, листаю ленту, возник вопрос, умеешь ли ты вязать, шить и так далее, интересовала ли когда-нибудь что-нибудь подобное? У меня бабушка умеет шить очень хорошо, она апартная, профессиональная, и она вяжет, мама у меня вышивает. И вот бабушка у меня мастерица, и все думали, что, ну, талант, они же передаются через поколение якобы, что я буду что-то уметь. Нет, ничего не умею, я даже никогда не училась, точнее, на курсы кройки и шитья я ходила. Это жесть, как скучно, не могу, нет, нет. Я другой человек, чтобы шить или вязать, или что-то вышивать, нужно другой склад ума иметь, другой характер, вот нужно быть более такой созидательный, спокойный, такой умиротворённый. Нет, я вообще нет. Это знаете, мы с мамой в какой-то момент плели из бисера, ну, там, в юности, и мама плетёт какое-нибудь, ну, там, украшение, и такая вся на позитиве, такая вся спокойная. И я вот прям вот так вот, я злюсь, у меня все-таки бисеринки эти бесят меня, вот, поэтому нет, я нет. Так, Ксюша, с увеличением количества подписчиков и повышением рейтинга канала у некоторых блогеров меняется отношение к тому, что он делает, и тем, кто это смотрит. Мне не думается, что интерес к творческому процессу отходит на второй план, и на первый план выходит финансовая сторона. Хотелось бы услышать твое мнение на этот счёт. Ну, да, вы всё сказали. Понимаете, вот я сейчас могу там, я не знаю, всё, что угодно в кадре показать, и это нормально. А если у меня там, не знаю, как у Дружи Обломова какие-нибудь суперспонсоры, которые скажут, алё, это что вообще было, да, то есть ты уже так не сделаешь. И девочки, которым нравится то, что они делают, топовые блогеры, у которых путешествия, у которых там постоянные какие-то мероприятия, финансовый поток отличный. Ну, конечно, тут пространства для творчества становится всё меньше, вот и всё. А вы Хованского не любите? Хованский хотя бы там какие-то диссы записывает, то есть. Да, ну, вы ответили сами на свой вопрос. Ксюша, привет, считаешь ли ты, что нашла свой стиль, имидж, либо перемен требуют наши сердца? Конечно, перемен требуют наши сердца всегда. Я ни на чём не остановлюсь, мне кажется. Ксюша, жду видео про парфюмерию. Будет, а возможно оно уже вышло, я даже не знаю. Что ты любишь снимать больше всего? Влоги и видео, вопрос-ответ. Хочется узнать, откладываете ли вы или будете откладывать деньги на образование ребёнка? Планируете ли вы, когда ребёнок подрастёт, покупать отдельное жильё? Или, как многие родители, пусть мужа с квартирой хорошей работой ищет. Нет, нет, не надо никого искать с хорошей квартирой. Слушайте, я надеюсь, что у нас будет финансовая возможность откладывать деньги на образование, и я думаю, мы будем это делать. И если бы у нас получилось, я бы ребёнка отправила учиться куда-нибудь, если бы на то были средства. И ничего в этом не вижу ужасного. По поводу покупки жилья, то же самое. Да, я бы купила. Хотя бы для того, чтобы моя дочка в какой-то момент времени не жила с мыслью, а, быстрее бы свалить из дома, предки надоели, там, бла-бла-бла. И не выскочила замуж за первого встречного, только потому, что у него есть там жильё или куда-то съехать. Ну, то есть, чтобы у неё было больше пространства вариантов, чтобы ей спокойнее жилось. Вот и всё. Мой вопрос. Хотелось бы тебе переехать в другую страну, если да, то в какую и почему? Да нет, мне и здесь хорошо. Кстати, я ничего не имею против высоких гонораров за ваш труд. Напротив, считаю, только не во вред каналу. А, ну это к другому вопросу. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к путешествию по России, поездкам с ребёнком, и какой вид транспорта предпочтёте для этого? Какой день из жизни вы считаете самым запоминающимся? И ещё, наверное, так, очень лично, но интересно, как муж сделал вам предложение. Глядя на подаренную мельницу, можно догадаться, хотелось бы чаще вашу маму видео. Мама работает, она бы с радостью снималась. Поездкам с ребёнком, ну только на машине, наверное, только на машине. И то, знаете, если раньше ребёнок мог по машине бегать, да, там, в нашем детстве, то сейчас вот этими креслами это ужасно неудобно и вообще тяжко для ребёнка. Ну, я не люблю какие-то длительные поездки, я вам честно скажу. У меня ребёнка укачивает это всё, с такими трудностями сопряжено, что я это всего, ну, короче, не хочу. День из жизни запоминающейся. Ой, у меня таких дней очень много. У меня много таких дней. Ну, свадьба, наверное, что, классный день был, весело было. Так, как муж сделал предложение? Мы снимем об этом видео. Я честно, я прям готовлюсь к нему. Ну, как готовлюсь? Нужно сделать так, чтобы дома был Илья и при этом не было Вероники. Потому что Вероника, вы видите, она лезет в кадр, вообще не даёт ничего снять. И те гладильные влоги, которые мы снимаем, то есть там материалы, допустим, два с половиной часа отснятого. А вы видите два ролика по 15 минут, потому что Вероника то камеру, то ещё, то кричит, то что-нибудь там смахнёт, то уронит. Ну, короче, постоянно какой-то трэш. Вот. Мы снимем. Как Илья делал предложение, про свадьбу снимем. Я надеюсь, что мы всё это снимем. Слушай, вопрос с намёком. Вероничка так яро интересуется, что там её мама снимает. Поэтому мне думалось, не дать ли ей волю и не снимать ли вам что-то совместно. Возможно, не на твой канал, чтобы не отклоняться от выбранного бьюти-курса. Но всё же, появлялась ли у тебя такая идея? Какие с твоей точки зрения за и против таких видео? Буду рада услышать. Привет из Москвы. Ну, да, наверное, я бы что-то снимала, но я хочу, чтобы ребёнок хотя бы начал говорить мой хоть что-то, чтобы можно было коммуницировать. Ну, не знаю, я бы попробовала, может быть. Почему нет? Ксюша, привет тебе и твоей семье из Крыма. Такой вопрос. Представь, что у тебя появился шанс снять фильм. О чём? О чём? О чём бы я сняла фильм? Я бы сняла фантастику какую-нибудь. Никаких фантастическую комедию. По типу, знаете кого? Стражей галактики. Да. Хороший вопрос. Ксения, когда купите духовой шкаф? Сразу после люстр. Где там? Видите? Люстр нет. Вот сразу после люстр мы купим духовой шкаф. Так, Ксюша, когда примерно состоится ближайшая фан-встреча? Ммм, какой вопрос-то. Ну, давайте так. Если всё пойдёт хорошо, то в этом году. Я там уже себе кое-что запланировала. Но, в связи с этим, давайте в комментариях реально напишите, вот кто на мою фан-встречу бы пришёл. Ну, понятно, что она там будет в выходной день, там всё. Но вот реально, кто бы на неё пришёл? Мне просто интересно, если я приду, я и мои девчонки-подружки, там, не знаю, Света, Аня, которые просто бы меня пришли поддержать, чтобы я не была одна, то, ну, это как-то глупенько, согласитесь. Напишите, кто-нибудь бы пришёл вообще. Как ты относишься к тому, чтобы снимать видео, рецепты, видео с Вероникой, обзоры её ухаживающих средств, давать советы таким же молодым мамочкам? В общем, сделать канал более домашним. Не хочу в бытовухе погрязать, если честно. Обзоры средств для Вероники постоянно снимаю, посмотрите. У меня есть плейлист про материнство, детей и прочее. Там есть это. Ксюша, как ты относишься к подписчикам-школьникам? Да, отлично, а чем они отличаются от других подписчиков? Единственное, что мне хочется порой что-нибудь там сказать, а потом думаю, ага, вдруг дети. Вот, а так, отлично. Почему ты хочешь выбиться в топ бьюти-блогеров YouTube? Потому что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Если я чем-то занимаюсь, наверное, хочу добиваться в этом успехов. Не знаю. А чем-то заниматься? Я хочу быть посредственным художником, чтобы никто не видел моих картин, чтобы они висели только у меня в кладовке. Ну, нет, это не про меня, вы что? Да, ну как так? На твой взгляд, лучше, дешевле, но больше или дороже, а следовательно, качественной, но меньше? Это касается косметики, одежды, аксессуаров. Я хочу дожить до того момента, когда у меня будет возможность покупать дороже, но меньше, и, соответственно, качественнее. Тогда я вам скажу. Пока такой возможности нет, и у меня много, ну, та же одежда, да, у меня много дешевой одежды, ну, тоже много, можно было бы еще больше. У меня дешевые сумки, потому что у меня нет денег, я очень там хочу определенную сумку, но у меня просто на нее нет денег. Я на эту сумму могу купить 17, ой, 17-то было до кризиса, сейчас я не знаю сколько, 30 сумок дешевых. Вот так. Расскажи о любимых бьюти-каналах, кто твой кумир? Не среди бьюти-блогеров, а просто кто тебя восхищает. Нет у меня кумиров, и это, я думаю, хорошо. Мне очень многие люди нравятся, я очень многими восхищаюсь, там, и женщинами, и мужчинами. Я восхищаюсь не человеком в целом, идеальных людей нет. Я восхищаюсь какой-то чертой, каким-то достижением. Вот так. Любимые бьюти-каналы? Ну, опять-таки, да, там, Крыгина, если я хочу какие-то техники, там, да, посмотреть. Неонила Бронштейн мне нравится, опять-таки, если меня техники какие-то интересуют. Я Риту Старбэби смотрю, она классная, она много чего умеет. Кого еще? Не знаю, кого еще. Ну, наверное, пока и хватит. Топовых сейчас, вот прям, супер-супер-мега топовых не смотрю. Это что-то личное, не смотрю. Так, такой вопрос. Если бы у тебя появился снять свой фильм, так, про кого бы он был, это я уже ответила. Расскажи свое мнение о партнерке, стоит ли подключать. Не знаю. Я пока не вижу вообще от партнерки ни плюсов, ни минусов. Мне ничего не изменилось в моей жизни, поэтому почитайте договор. У них там на сайтах есть договор. И если вас пункты все устраивают, ну, подключайте. Нет, нет. Отращиваешь ли ты челку? Да, да, я ее отращиваю. В последнем видео так кажется. Я думаю, тебе будет идти без нее. Ну, вот, да, я пытаюсь. Это не просто на самом деле. Какие советы могла бы дать по планированию семейного бюджета? Никаких. Я ничего об этом не знаю. У меня бюджетом Илья заведует. Вот, мой совет. Отдайте мужу образы правления. У тебя в всех видео безупречный макияж. Ходила ли ты на курсы, сколько времени тратишь на макияж перед видео? Я больше на волосы трачу, чем на макияж. Макияж я делаю очень быстро. Никуда не ходила. Я сама учка. Я ютуба учка. Вот так. У вас невеста, у нас купец. У мужа сестра живет в Краснодаре. Может, переедем. Намек понят? Ну, вот так. Вот такой вот. Это вопрос. Я намек поняла, если вы об этом. Ксюша, дружишь с какими-нибудь блогерами? Вот прям дружишь, чтобы вот так вот прям вот супер-купер. Нет, не дружу. Приятельские отношения у меня, да, много с кем есть, но прям дружба. Нет, такого нет. Вы в повседневной жизни такая веселая, заводная, как в видео и влогах? Нет, в жизни я унылая. Как удается не терять оптимизм и не проявлять агрессию? И вообще, как вы считаете, лучше всегда открыто проявлять свои эмоции или фильтровать их? Год, два, три назад я бы вам сказала, что лучше проявлять свои эмоции и быть настоящей. Сейчас я скажу, да, фильтровать. Жизнь меняется, когда фильтруешь. Так, Ксюша, у меня такой вопрос. Я сейчас беременна, жду первенца. Вот задусь вопросом, как в декрете не сойти с ума? Чем себя занять, пока в ожидании нахожусь? Может, есть советы, как себя не потерять? Читайте книги и готовьтесь к материнству. Вот и все. Занимайтесь собой, отдыхайте, пойдите куда-нибудь, чему-нибудь научитесь, на какие-нибудь кулинарные курсы. Родится ребенок, вы уже особо ничем не позанимаетесь, никуда не походите. Вот и все. Читайте книги. Клево. А лучше гуляйте. Ну, сейчас холодно, но вообще гулять надо, ходить, двигаться. Привет из Беларуси. Привет. У меня к вам вопрос. Не ревнуете ли вы своего мужа? Если да, то как с этим справляетесь? Хотелось бы увидеть видео в отношениях с мужем. Нет, не ревную. Видео, да у нас все видео об отношениях, господи. Вопросов уже много, это значит, что видео с ответами будет не одно. Я не знаю, кстати, вот вы сейчас смотрите, какую часть, третью, наверное. Так, я рада этому очень. Вопрос, как управлять аппетитом, пить больше воды. Желудок реагирует на давление изнутри, пить больше воды, то есть создавать ощущение занятости пространства. Есть отруби. Если у вас здоровый желудок, нет гастритов, каких-то проблем, отруби мало калорий в себе содержат, при этом занимают объем желудка. Вот и все. Можно препараты попринимать, но это самый последний вообще способ. Препараты и чайочки всякие, травяные, которые контролируют аппетит. Читала ли литературу по воспитанию ребенка, какие книги действительно стоят внимания и помогают в воспитании? Прям действительно помогает не одна. Вот, ну, серьезно. Ларису Суркову можете почитать, поискать. Классно. А прям, что прям поможет, что ты... Все дети индивидуальны, все вот эти рецепты, они настолько ни о чем. Можешь ли ты с таким необычным цветом губ, как на фото, я там с черными губами, или волос, выйти на улицу? Тебя, наверное, не должно смущать ничего. Да, меня не смущает, я могу выйти куда угодно. Расскажи какую-нибудь историю, связанную с сессиями, с универом, суеверна ли ты, были ли талисманы в учебе, есть ли сейчас. Я всегда считала, что я не суеверная, пока я не поняла, что я каждый раз перед экзаменом сплю на учебнике, на подушке, что у меня под пяткой всегда пятачок, что я там... Что еще? Не знаю, что... Но у меня были, да, приметы. Я хорошо училась, я окончила институт с золотым дипломом, как я его называю, то есть у меня ни одной четверки нету. Видимо, приметы работают, дело не в интеллекте, дело в приметах. Историй забавных нет, если я какие-нибудь... Ну как, они, наверное, есть, я их сейчас просто на вскидку не помню. Я если вспомню, я прямо отдельное видео сниму, какие-нибудь истории студенческой жизни. Так, как относиться к татуажу? Хотела бы себе сделать, если да, то что? Брови, веки, губы. Брови бы сделала себе легко. У меня брови, в принципе, не растут. Губы нет, больно. Веки нет, не хочу. Маша Дикая спрашивает, Ксюша, как ты считаешь, удалось ли тебе организовать свое время таким образом, чтобы все успевать? Если да, то поделись опытом. Я бы не потянула все, что ты успеваешь. Оттого очень часто стараюсь не беспокоить тебя, чтобы ты еще на меня свое время не тратила. Маша, я тебя умоляю. Я не успеваю ничего, на самом деле. Я успеваю очень мало от того, что я бы хотела успевать. У меня куча несделанных дел. И знаете, в какой момент я пойму, что я все организовала правильно? Когда ни у кого из семьи не будет ко мне претензий. Вот сейчас я снимаю видео уже долго. Уже, наверное, час я сижу. Я не общаюсь в это время с ребенком. То есть с ребенком общается моя бабушка. Когда придет Илья с работы, возьмет на себя ребенка, возможно, я буду монтировать. Или ночью я буду монтировать. То есть вместо того, чтобы с мужем сидеть, пить чаек, или смотреть видосик какой-нибудь, или фильм какой-то смотреть, я трачу время на монтаж. То есть я краду время у семьи в любом случае. Вот в тот момент, когда я перестану от Ильи слышать «О, опять твой YouTube, что ты там комментарии проверяешь?» Вот в тот момент, когда я перестану это слышать и когда я пойму, что всем хватает моего времени, всем хватает меня, вот тогда я скажу, что я что-то организовала. Пока нет, пока я недовольна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok